Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где каждый день мы размещаем аналитический контент, конкретные торговые рекомендации и общие новости по рынку, тоже помогающие принимать решения о конкретных тенденциях разного рода финансовых инструментов. Ну что ж, друзья, завтра для финансовых рынков очень важный день, потому что завтра, начало нового месяца, в рамках текущего закона, который действует по финансированию правительственных учреждений. Это дедлайн именно того, что госучреждения еще получают финансирование, соответственно, после 1 октября деньги и средства будут закончены. Это значит то, что правительству нужно будет объявить шатдаун. Я обращал ваше внимание на вероятность такого события ранее и хочу, чтобы, друзья, вы серьезно относились к тому, что может произойти дальше. Потому что сейчас, как и днем ранее, на повестке два самых актуальных, самых важных с очень долгосрочными последствиями вопросов. Это продление финансирования госучреждений и еще более важный вопрос – это о потолке государственного долга США. Что касается тех вводных, которые есть на данный момент, межпартийные разногласия сохраняются. Я надеюсь, друзья, потому что республиканцы и демократы пытаются сейчас найти общий язык, прийти к компромиссу, урегулировать все спорные нюансы. В основном спорные нюансы связаны с расходами на инфраструктуру, средствами, которые пойдут на образование, на здравоохранение. И партии бьются между собой, пытаясь выторговать самые лучшие условия. Если хотите разобраться, как и что сейчас происходит в американском конгрессе, рекомендую посмотреть сериал «Карточный домик», поймете, насколько могут быть глубокими вот эти кулварные игры и как республиканцы отстаивают свои точки зрения. Сейчас мы можем практически наверняка сказать, что если до конца сегодняшнего дня на рынках не появится новость о том, что партии пришли к компромиссу касательно продления финансирования госучреждений, это значит то, что с понедельника госучреждения, по сути, не будут работать. И американская экономика начнет буквально ежечасно терять сотни миллионов долларов, что негативно отразится, разумеется, на перспективах рост американской экономики, которые без того вызывают вопросы из-за последствий ковида. Но фокус внимания сразу сместится на середину октября, потому что, по данным министра финансов США Джанет Йеллен, средства, которые сейчас необходимы для исполнения долговых обязательств США, выплат по облигациям, закончатся к 15-16 октября. После этого, если не будет решения о повышении потолка государственного долга, который автоматически позволит занять средства на внешних рынках, если не будет решения, то США станут банкротами и вынуждены будут объявить дефолт. Поэтому давайте запасаться попкорном, скажем так, ближайшие две недели будут крайне интересными. И мне кажется, что как минимум о шатдауне мы с вами в следующий понедельник поговорим. На этом фоне логично, доллар сейчас пользуется значительной поддержкой. 94,31 сейчас на котировке по индексу американской валюты. Здесь стоит также отметить, что есть еще один фактор роста на доллара. Это растущие инфляционные ожидания из-за того ралли рынка нефти, который мы наблюдали. Рынок нефти бренд сейчас и WTI корректируется, бренд котируется на отметке 77,87. Друзья, у меня нет пока никаких рекомендаций, конкретных сигналов того, что сейчас в моменте можно сделать с нефтянкой. Но я могу точно сказать, что нужно ждать 4 октября, потому что от того, какое решение примут страны ОПЕК, будет зависеть, продолжится ли ралли бренд и WTI, либо рынок пойдет на коррекцию. Логичным сценарием, с учетом того, что я ожидаю все-таки по-прежнему до ноября снижения курса американского доллара, логичным сценарием было бы, чтобы страны ОПЕК остановили ралли решением о более высоких уровнях нефтедобычи. При этом при возобновлении распродаж на рынке углеводородов начнут снижаться инфляционные ожидания, поползут вниз доходности американских трежер, если доллар последует за ними. Потому что чем ниже будут инфляционные ожидания, тем, соответственно, менее интенсивно будут звучать разговоры об уместности более раннего повышения процентной ставки в США. Друзья, мы никогда не связывали перспективы доллара с рынком нефти, но вот сейчас здесь самая прямая зависимость, поэтому давайте ждать, по сути, следующей недели и фактического решения ОПЕК. Сегодня на повестке два важных отчета. Это годовые данные по ВВП, первичные заявки на пособие по безработице. Но при всем уважении к статистике, я думаю, что сейчас трейдеры не будут размениваться на локальную статистику, а будут по-прежнему искать информацию о том, на каком этапе в переговорах сейчас находятся республиканцы и демократы, и будет ли шатдаун и потенциально вероятный дефолт. Это, конечно же, совершенно немыслимо, друзья, но сейчас интересно все-таки обсуждать эту тему. Из-за того риска, который я только что обозначил, золото, мне кажется, крайне недооценено сейчас. Да, снижение золота можно оправдать тем, что растет доллар, но все-таки, если мы дождемся шатдауна и ближе к середине октября поймем, что республиканцы и демократы по-прежнему не близки к соглашению о решении, которое позволит повысить патологию средственного долга, золото в моменте может оказаться самым востребованным активом. Поэтому я такой сценарий допускаю, что рост может произойти быстро и довольно существенно. По остальным активам здесь, в принципе, только лишь констатировать достижение целевых уровней евро-доллар. Мы коснулись отметки 1,16 и политической неопределенности в Германии после победы партии социал-демократов. Комментарии Кристин Лагард о том, что уместно еще сохранять и продолжать придерживаться мягкой экономической политики. Комментарии ее на форме Европейского центрального банка. Факторов давления для евро достаточно. Фунт против доллара ранее уже сделал цель, сейчас уже ниже отметки 1,35. Тех, кто держал еще в расчете на более глубокие уровни. Причина топливный кризис. Как бы это банально не звучало, друзья, но в Англии практически на заправках нет топлива из-за того, что его некому поставлять. Нет у водителей грузовиков. Дело в том, что большинство из них были гражданами, сотрудниками из Европейского Союза. В прошлом месяце окончательно вступили в силу правила вот этого политического бракоразводного процесса между ЕС и Англией, относительно Брэкзита. И у граждан ЕС теперь не такие уж и беспрепятственные условия доступа на территорию Великобритании. Ну, будем надеяться, что этот кризис разрешится, точнее он 100% разрешится в ближайшее время. Скорее всего, будут выдаваться специально для такой востребованной профессии какие-то спецусловия доступа на территорию Великобритании. Но мы уже на фунте заработали, поэтому осталось дождаться более оптимальных новых точек входа. Австралиец против доллара. Цели 0,71 остается. Low был на отметке 0,7169. Wells Fargo рекомендует вообще шортить австралийцы против доллара до цели 0,65. И причина продолжающейся блокировки в Южном Вельсе и Виктории. Также мы помним, что вопросы есть к темпам отказа от экономических стимулов. В общем, австралийцы также уязвим, как и прочие рисковые активы на данном этапе. На этом, собственно, все, друзья. Хорошей торговой сессии. Всем пока.